МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить» обзор рязанских новостей. Представляем главные темы сегодняшнего выпуска. Горим! Пожарные ведут борьбу не только с огнем, но и с извечным русским авось пронесет. Стройся, запивай! Рязанский радиоуниверситет провел смотр боевых и песенных сил. Что там, на Красноарядской, наши авторы поинтересовались у градоначальства подробностями ремонтных работ, которые ведутся в центре Рязани. А теперь обо всем подробнее. Вчера утром в поселке Божатково загорелся жилой дом. Пожарные скоренько собрались, да и поехали четырьмя расчетами сражаться с пламенем. Прибыли вовремя, застав в Божатково плыхающую крышу и бегавшую вокруг неудалого дома перепуганную хозяйку. Отстаивали не только плыхавший дом, но и соседние. Помятую трагедию в деревеньке Свеженькое, это в Шацком районе, где от одного пожара погорело несколько десятков строений, огнеборцы решили запросить подмогу. В результате, сообщает официальный сайт регионального МЧС, дом поврежден пламенем по всей площади, причины пожара устанавливаются, а соседние дома отстояли. Вообще у пожарных сейчас горячие денечки во всех смыслах слова. И возгораний хватает, и профилактическая работа не ждет. Так, в день Божатковского пожара в Касимовском районе, в деревне Балабановка, огнеборцы провели аж целый сход, вразумляя местных жителей по поводу пожарной безопасности. А днем ранее в Захаровской райбольнице отрабатывали эвакуацию и проверяли систему оповещения. К другим темам. Сегодня обитатели железнодорожного округа Рязани, в особенности те, кто живет неподалеку от радиоануверситета, могли наблюдать любопытные действия построения боевых студенческих порядков. Как это было и зачем, в репортаже Глеба Галушкина. Первый зуд прямо, остальные направо. Шагом. Парш. Голос. Шаг. И раз. У фасада главного корпуса Рязанского радиоуниверситета накануне Дня Победы прошел финал традиционного конкурса смотра строя и песни. В нем приняли участие курсанты учебного военного центра вуза, студенты, преподаватели, а также ветераны Великой Отечественной войны. Маруся, молчит и слезы ее, от грузки, болит душа ее. Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси капают бойки, капают. Кап-кап, капают прямо на копье. Конкурсы эти, безусловно, важны, поскольку воспитывают патриотизм, который, я считаю, в настоящее время не хватает у нашего молодого поколения. Хотя и нельзя так сказать, многие ребята настроены очень патриотично, и увидели то, что участвовали достаточно много людей в этом конкурсе. Кроме того, здесь присутствуют курсанты первого курса учебного военного центра, первого курса, которые сознательно пошли на эту подготовку. Взвод был даже больше, чем другие взвода, потому что желающих было практически все. После марша лучшим взводам вручили дипломы и призы за исполнение строевой песни. Тема военно-патриотического воспитания, граждан, военно-патриотического воспитания, она является центральной для нашего вуза, потому что вуз инженерный, через военную кафедру у нас проходит несколько сот студентов, и кто-то свою жизнь связывает с армией, кто-то с силовыми структурами, и поэтому мы считаем, что воспитание вот такого патриотического духа, настроя, оно очень важно. После конкурса смотра студенты и ветераны отправились в сквер к памятнику герою Советского Союза и национальному герою Италии Федору Политаеву. Здесь прошел митинг памяти. Наш народ и на фронте, и в тылу проявлял массу героизм. В тылу дети ставились к танкам, юношей. На фронте летящие танкисты шли на таран. Пехотинцы своими телами прикрывали амбразуру вражеских пулеметов. Мы все должны помнить и чтить героев Отечественной войны. Чтить должен особо подчеркнуть полководство этой войны. Генералиссиум Сталина, маршалов Жукова, Василевского, Гоня, Рокоссовского и других. Завершился митинг к возложениям венков и цветов к монументу Федора Политаева. В преддверии Дня Победы в Думе правительства области прошел торжественный прием. Ветеранов встречал рязанский губернатор Олег Ковалев. В торжественном зале правительства Рязанской области губернатор Олег Ковалев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны. Я от всей души хочу поздравить вас и вашем лице всех-всех ветеранов с наступающим праздником, с великим праздником, наверное, самым главным праздником России – Днем Победы. Для нас это колоссальный источник патриотизма и пример истинной преданности Родине. От вас мы узнаем и передаем молодежи всю правду о событиях тех лет. Мой первый тост, который я хотел сегодня предложить – за победу. За всех тех, кто не жалел своей жизни, здоровья, сил, те страшные годы. Пусть и тех, кто прошел через все эти испытания и дожил до наших дней, будет побольше радости и добра. С праздником вас, дорогие мои, с наступающим Днем Победы. Спасибо. Разумеется, на встрече не обошлось без праздничного стола и тостов за победу. Также перед ветеранами Великой Отечественной выступили рязанские творческие коллективы. В Рязани продолжается подготовка к победным праздникам. В районах города проходят традиционные фронтовые поляны, встречи с ветеранами, локальные народные праздники в честь 9 мая. Продолжаю тему. Наталья Новикова. Всего несколько дней отделяют нас от главного праздника страны – Дня Победы. И в преддверии этого Великого дня, 5 мая, во Дворце культуры Преокский состоялось праздничное мероприятие для ветеранов Московского округа Рязани. Дождь, не прекращавшийся целый день, не помешал собравшимся возложить цветы к памятнику уроженца Рязанской области на руководителя Одесского подполья в военный период Владимира Александровича Молодцова. Поздравить собравшихся приехали депутаты Рязанской Государственной Думы и заместитель главы администрации города Рязани Лариса Кархалева. Дорогие друзья, 9 мая, на мой взгляд, основной праздник нашей страны, потому что не было бы этой страны, если бы не было 9 мая 1941 года. И не было семьи, которой бы от мала до велика люди не вносили свой вклад посильный в свершение победы. Я хочу пожелать вам, прежде всего, крепкого здоровья, хочу пожелать этой искренней, потому что вы нам очень и очень нужны. Спасибо еще раз вам за этот прекрасный праздник, за эту прекрасную победу, которую у нас, у нашего российского народа, не отнимет никто. После торжественной части для собравшихся был подготовлен праздничный концерт и накрытый столы. Также из городских мероприятий стоит отметить высадку так называемых аллей выпускников. Сегодня одна из них была заложена в городском парке Рязани. Акции по посадке аллей выпускников продолжаются. На этот раз внести свой вклад в озеленение города выпала честь школьникам-выпускникам Советского района. Сегодня мы закладываем аллею выпускников Советского района. Это парк «Сад Верхний» на улице Астраханской. Здесь два года назад у нас сажали ребята из РГУ, аллею истой. Сегодня мы сажаем аллею из ели обыкновенных, ели колючих. Но будет посажено 15 деревьев. Акция проходит второй год и никто не сомневается, что она станет доброй традицией перед выпускными экзаменами. Ведь каждый должен, если не дом построить, то уж дерево посадить точно. А со временем и о детях задуматься можно будет. Должны в Рязани расти и дети, и деревья. Ну еще стоит сегодня поговорить на сугубо практически рязанские темы. На днях начались ремонтные работы на улице Краснорядской. Что там городские службы делают и когда закончат. Рассказывает Глеб Галушкин. Сейчас улица Краснорядская закрыта для автомобильного движения. Как сообщил начальник управления благоустройства администрации Рязани Валерий Бипко, такое решение было принято для проведения ремонта улицы и замены асфальтового полотна на этом участке дороги. На этой улице очень много коммуникаций проходит, поэтому эти работы требуют определенного временного интервала и требуют необходимой подготовки для того, чтобы те смотровые колодцы, которые у нас выходят на поверхность, на проезжую часть, обустроить, чтобы было комфортно передвигаться и чтобы находились они в соответствии с нашими стандартами. Но здесь перекрыто для того, чтобы машины, которые будут проезжать, имеют еще намерение парковаться, а припаркованные машины будут мешать проведению работы. И в соответствии, чем, так сказать, меньше будет тех моментов, которые препятствуют проведению работ, тем быстрее эта улица будет подготовлена и на ней будут проведены работы. По словам начальника управления по благоустройству городадминистрации Валерия Бипко, ремонт Краснорядской планируется завершить после майских праздников. Активные работы по благоустройству ведутся сейчас и на улице Ленина в районе остановки Цирк. Здесь рабочие уже приступили к укладке тротуарной плитки вместо порядком износившегося асфальта. Работы проводятся у нас на улице Ленина, на мосту, через так называемый Литл-Лыбийский Болева. Там тоже были проведены работы по замене дорожного покрытия и в настоящее время приводят в состояние тротуара. Которая находится справа и с левой стороны от проезжей части. Снимается там тот асфальтобетон, который находился достаточно продолжительное время. И проводятся работы по мощению тротуара в той плитке, которая у нас находится на улице Почтовой. Она снимается, она в нормальном состоянии. Вот, укладывается ту часть тротуаров, которая на улице Ленина. В том числе и планируем сюда, на эту улицу Краснорецкой. Кстати, тротуарная плитка, которую укладывают на Ленина, раньше лежала на Почтовой. Ведь сейчас на Рязанском Арбате ведутся масштабные работы по благоустройству. Планируется обновить пешеходную зону, установить скамеечки и фонари. А старую плитку, которая, в принципе, весьма в приличном состоянии, решено использовать в других местах. Таких, как тротуар на улицах Ленина или Краснорецкой. Ну и вновь о предстоящих праздниках. Сегодня на пресс-конференции замглавы администрации Рязани Лариса Крахалева рассказала о том, как в столице области будет отмечаться День Победы. Также в ходе встречи с прессой было сообщено о предстоящем прямом эфире, который готовится к праздничному параду нашей телекомпании. В прямом эфире будет показан праздник «Песня в солдатском строю» и праздник «Здрасте мир». Трансляция будет вести с местных камер и начнется на телеканале «Городской» в 10 часов в 40 минут. Ну а сама Лариса Крахалева сегодня у нас в студии программа подробностей. Так что про организацию праздничных мероприятий 9 мая мы с вами узнаем, что называется, из первых уст. Ждем интервью с начальством и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин